Приветствую вас! Сегодня у нас очередной легковой автомобиль мод для Евротрак Симулятор 2. Это Fiat 131, он же Tofa 131. Как видим, он находится в своем салончике. Из превьюшки нам видно, что у нас руль уходит под наш автомобиль. Не очень-то есть хорошо, конечно. Давайте посмотрим на стенде. Да, видно руль там внизу. Но в игре отобразаться не будет. Итак, рассматриваем модельку. Видим, что некоторые детали есть уже по тюнингу. Вот такие спицы всякие, антенки, открытый люк, диски вот с такими красными элементами. И даже вот такой колпачок на топливный бак 1600 тут написано у нас. Murat 131, Dogan. И вот такой вот турецкий номерочек у нас. Сзади какие-то надписи, не знаю, кто это писал. Это автор, наверное, решил отметиться. Итак, смотрим, что у нас по кабине. Кабина у нас одна. По шасси у нас два варианта. Как видим, первый такой с наклоненным передом. И второй вариант уже с нормальной посадкой. То есть выбирайте, как вам лучше. Кстати, первый вариант у него вот такие вот выступающие колеса. Я выбираю стандартный вариант. Мне не надо такого экстра тюнинга. Следующее, что мы переходим, это к двигателям. Как видим, два варианта и два на 75 лошадиных сил. Следующее по трансмиссиям у нас один вариант только на 5 передач. Так выглядит у нас наш интерьерчик. Обшивка, обивка сидений вполне себе приличная. Руль такой карамельно-глянцевый. Не каждому такой подойдет. Видим, что педальки тоже такие тюнингованные. Момо. И несомненный атрибут этих модов. Это турецкий флаг. Итак, идем дальше. Что у нас по покраскам? Конечно же, хочется изменить покраску. Давайте в какой-то цвет покрасим. Такой необычный. В зеленом я еще не ездил. Давайте выберем ему такой классический зеленый цвет. Так, грей тут еще можно. И металлик кастом. Следующее, что по внешнему тюнингу. Как мы видим, у нас тут есть точки. Но они никак не задействованы. Потому что единственное, что мы можем менять, это диски. Диски меняются вместе с шинами, как оказалось. Давайте поставим. Ну, это все спортивные, конечно, варианты. Но вот эти с красными элементами. Я не знаю, это не прогруженная текстура. Или так было задумано. Мне не очень нравится. Так что выбор мой пойдет или на этот, или на этот диск. Давайте смотреть, чем они отличаются. Видим, что у нас даже рисунок шины другой. Ну, даже не знаю. По посадке, вроде бы, они приблизительно одинаковые. Конечно, они вгрызаются в крыло. Этот вариант, конечно, мне не нравится. Давайте будем использовать вот такой. Да, вот такие диски мы поставили. На мой взгляд, нормально смотрятся. Больше точек я здесь не нахожу. К сожалению, нету также паркопа. Но я все равно протестирую этот автомобиль с трейлером. Напоминаю, что Tofos предыдущий вполне себе нормально. Видим надпись здесь Fiat, а не Tofos. Ну, такой вот у нас мешанина получается. Это как в прошлом моде, где был Fiat. Значок спереди. А в салоне был значок ВАЗа. Итак, переходим дальше. Что у нас по интерьерному тюнингу. И, к сожалению, по интерьеру. Так, стандарт. Мы видим, можем поставить... Я перескочил сам интерьер. Можно поставить такой руль Момо. Это, конечно, полный зашквар. Но, не знаю, пофанится. Можно поездить. В принципе, мне не тот, не этот руль не нравится. Хотелось бы какой-то классический третий вариант. Так, и, к сожалению, тут не находятся никакие GPS. Ни бортовые компьютеры поставить нельзя. Это, я считаю, большим недостатком. Вот так вот у нас открыт люк. Не знаю, он как будто висит в воздухе. Тоже это мне не совсем понравилось. Но, в целом, интерьерчик вполне себе сносный. Итак, применяем. Прицепляем трейлер и смотрим его в игре. Итак, мы в нашем Fiat. Давайте рассмотрим пока что все тут. Вот, вроде бы все хорошо. Прицепил я трейлерочек. Каких-то зазоров я не вижу. Кстати, сзади вот такая вот довольно-таки красивая акустическая система. Ну, в принципе, нормально. Вот, посмотрите, у нас вот такой вот тут зазор в двери. Посмотрим. А, повернуть сюда. Ну, и видим, что здесь тоже зазор в двери. Недостатки мы уже нашли. Следующее, что по приборке. Вот так выглядит приборочка. Опять же, замечу, нету ни GPS, ни бортового компьютера. Это все хотелось бы опционально хотя бы. Так, по зеркалам у нас все нормально показывают вроде бы. Хотелось бы, чтобы это зеркало висело повыше, но как-то смотрится не очень. Не отражает там что-то белое. То ли текстуры не отражаются, они же не белые. Тут подголовники черные. Только, да, их видно. Все остальное так засвечено. Ну, то есть зеркальце могли бы и повыше повесить. Давайте включим моторчик, послушаем звук. Вот такой вот звучок у нас мощный. Что у нас по поворотникам? Нету ни индикации, ни анимации включения поворотников. Это я считаю минусом, конечно же, сигнал. Отлично. Так, следующее, что мы включаем дождик. И пытаемся стереть наши капельки. Капельки попадают. На стойках также капельки немножечко есть, мы видим. Но вполне себе терпимо. Видим, что сзади маска неправильно настроена. И заднее стекло у нас частично не попадает под дождь, к сожалению. Наш люк тоже не подвергается каплям дождя. И вот здесь, видим, по углам в салон немного проходит у нас дождик. Ну, не совсем корректно, я бы сказал, настроен дождь. Так, следующее, что мы включаем дворники. Звук дворников есть, но дворники практически отсутствуют. Так, хорошо, мы все поняли. Включаем ночь. Нам нужно тестировать подсветочку. Постоянно мерцающая текстура, вот тут вот сбоку на двери, немножечко напрягает. Итак, включаем свет. Видим, что вот такая зеленоватая подсветка. Сейчас я приближу, чтобы вам было видно. Вот так вот реализована подсветка. Не очень-то качественно, конечно. Но светит вполне себе нормально. И дальние. Дальние вот так светит. Перемещаемся на внешку. Кстати, у наших фаркопов. Фаркопа здесь нету. Как мы видим, он просто приплюсован к нашему бамперу. Да и все. Но зато на нормальном расстоянии находится. Вроде бы все нормально. Так, дворники можно не тестировать. Давайте фары протестируем. Фары очень-очень яркие. Здесь без вопросов. Поворотники. Поворотники тоже достаточно хорошо видно. Не дублированы. Но все окей. Итак, давайте немножечко проедемся на нашем автомобильчике. Только включу день сейчас. Все. День включил. Дождь пошел. Дождь нужно выключать, потому что дворники не работают. Все. Погнали. А, отцеплю с вашего позволения трейлер. Не люблю я с ним ездить. Ну, стартует вполне себе нормально. Без рывков таких вот. Хотя это и мому. Так. Повернем налево. Здесь немножечко проедемся. Без GPS, да, сложно, конечно, ориентироваться. Вот такой звук у нас газования. Так. Попал я на красный. Да ладно. Поеду на красный. Так и быть. Так. Тестируем тормоза. Ну, в принципе, нормально. Тормоза срабатывают хорошо. Так, здесь у нас спидстоп. Его проедем. Немножко хочется прокатиться на нашем ТОПОСе. Ну, в принципе, управление такие нормальные. Так. Вот здесь я буду припарковываться, потому что дальше уже нету фирм. Здесь нормальный тренд-стоп. И видите, постоянно мерцает вот это слева. Возле, на двери вот эта текстурка. Ну, такое. И посмотрите, как реализовано наше зеркальце. Оно как будто в тени какое-то сероватое такое встает. Не знаю, почему это так. Вот это вроде бы контрастно. Хорошо. Давайте заглушим двигатель. И я подведу итоги по данному моду. Да, здесь есть тюнинг. Но он уже встроен. И он никак не меняется. Здесь нету анимации. Здесь нету индикаций стрелок. Я не проверил. Можно... Руль, кстати, можно менять. Это хорошо. Но это не меняет ситуацию. Мы видим, что у нас на обоих дверях вот такие вот зазоры. И это всё нужно устранять. Зазоры достаточно немаленькие. Ну, вот эти колоночки смотрятся нормально. Обшивка сидений тоже якобы нормальная. Хотелось бы варианты по рулю. Этот руль мне абсолютно не нравится. Какой-то... Нужно классический сюда руль поставить и всё. И не придумывать. Также хотелось бы, чтобы пользователь всё-таки выбирал ставить ему турецкий флаг или нет. Не каждый хочет это постоянно у себя перед лицом видеть. Нету GPS-ов, считаю, это минусом. Трек-инфо можно ещё терпеть. GPS нужен обязательно, опционально. Также нерабочие дворники. Это, считаю, минусом. Трейлер цепляется. У нас трейлер цепляется, но... Цепляется в никуда. Но хотя бы как-то цепляется. По внешке выглядит вполне себе нормально. Машинка с элементами тюнинга, с антенками. Вполне себе хорошо. Так, что ещё замечу? Ну, звуки, звуки я тут не буду придираться. По звукам будем считать, что нормально. Управляемость, я бы сказал, средненькая. Тормозит всё-таки немного плохо. Но я даже не регулировал в игре тормоза. Здесь они стоят стоковые, как по дефолту. Так, что вы можете сделать немножко лучше их. Вот такой вот у нас получился мод. У него есть и свои плюсы, и свои минусы. Но, к сожалению, пока что из-за неработающих дворников, в основном из-за неработающих дворников, большой балл я не могу ставить этому автомобилю. Вы ещё видели, что у него ещё и руль уходит вниз под машину. Но это, я так понял, этот косяк автор не может исправить уже не один месяц. Вот такая вот у нас. 7 из 10 поставлю. Надеюсь, что все недочёты в нашем моде будут исправлены. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Не забудьте подписаться, subscribe на мой канал. Буду очень вам признателен. Всем пока.